Сегодня в Стадже Спорт у нас с вами наречие времени, такие слова как always, sometimes, never. Если мы посмотрим exercise 20, то увидим там еще слово usually, поэтому будем рассматривать примеры со всеми четырьмя словами. В чем нюанс этих слов? Дело в том, что они всегда стоят перед главным глаголом. I always get up at 7 o'clock. Я всегда встаю в 7 часов. Главный глагол у нас get up. Always стоит прямо перед ним. Давайте рассмотрим несколько примеров, точнее рассмотрим все слова в утвердительной, положительной, в утвердительной, отрицательной и в опросительной структуре. Посмотрим, как они работают. Хочу сразу обратить ваше внимание, что мы здесь работаем с present simple, но вариант с окончанием as, doesn't, does я не использовала, только для того, чтобы сократить время рассказа правила. Окей. Все слова always, usually, sometimes и never стоят перед главным глаголом. I always help my mom. Я всегда помогаю маме. I don't always help my mom. Я не всегда помогаю маме. Do you always help your mom? Ты всегда помогаешь маме? Здесь у нас никаких проблем. Смотрим следующее слово, usually. Здесь у нас имеется маленький нюанс. I usually watch TV. Я обычно смотрю телевизор. I don't usually watch TV. Здесь у нас стоит обратить внимание на то, что... Если мы переводим на русский язык, то мы переводим таким образом. Я обычно не смотрю телевизор. Тем не менее, в английском языке слово usually стоит перед главным глаголом. Но ни в коем случае не меняется местами со словом don't. I don't usually watch TV. Do you usually watch TV? Ты обычно смотришь телевизор? Следующее слово, sometimes. У нас еще больше есть нюанс. I sometimes eat sushi. Я иногда ем суши. Если мы хотим сказать отрицание со словом sometimes, то здесь нам его приходится выдвинуть в начало предложения. Дело в том, что если мы его оставим перед главным глаголом, то у нас смысловое значение предложения будет не совсем логичным. Я не иногда кушаю суши. Звучит некрасиво. Нет смысла. Поэтому слово sometimes мы выдвигаем вперед и получается... Иногда я не ем суши. Sometimes I don't eat sushi. Вопросительное предложение. Do you sometimes eat sushi? Ты иногда кушаешь суши? И последнее слово never. Здесь еще больше нюансов. Дело в том, что never само по себе у нас слово отрицательное. И положительной структуры, положительного значения с этим словом у нас не может быть. Например, I never do my homework. Я никогда не делаю домашнюю работу. Какой здесь нюанс? Дело в том, что в английском языке с глаголом может работать только одно отрицание. Либо вы говорите, я не делаю домашнюю работу. Либо вы говорите, я никогда делаю домашнюю работу. Если вы используете слово never, то don't или doesn't уже не работает. Почему? Потому что вот это слово not уже присутствует в слове never. Оно изображено буковкой n. I never do my homework. Я никогда не делаю домашнюю работу. В опросительном предложении never у нас тоже не работает. Вместо него мы используем слово-эквивалент ever, то есть без буковки n. Do you ever do your homework? Ты когда-нибудь делаешь домашнюю работу?